Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы начинаем трансляцию третьего квалификационного турнира ГосУФО между командами ДД-42Б и РККА, АК и РККА. Это финальный бой квалификационного раунда за выход в другой финальный раунд. Там проходит по-моему четыре турнира всего, финалистов которых выходит непосредственно уже в финал. Бой ведется на карте Рудники. Пять боев до двух побед. Количество участников игроков в командах по семь человек. Максимальное суммарное количество очков техники 42. Допускается техника восьмого уровня ТТ восьмого уровня ИСТ и артиллерия до пятого уровня в боях, соответственно. Настоящий момент команды собрались в комнате наконец-то для боев. У нас на трансляции также присутствует Дельгарда. Всем привет. Да, прошу любить и жаловать. И наконец-то мы сейчас увидим весьма и весьма интересный бой. В принципе, по регламенту уже пора мы начинать. У нас, к сожалению, возник баг с тренировочной комнаты. Мы не видим, что пишут команды. Мы ожидаем начало. Как тут маленькие... Так, меня просят тут что-то в привате прочитать. Сейчас быстренько прочитаем. Все. Вроде бы все прочитал. И мы ожидаем старта. Так, ну что можно рассказать о командах? Во-первых, команда РККА, она является... Я вспомнил, они заняли четвертое место на недавнем Intel Challenge. Капи. Очень ярко играли, очень интересно. И, в принципе, их вечные соперники TD-42, тоже представители топового клана у нас в сообществе, так скажем. И учитывая, что они эти две команды используют довольно-таки нестандартные тактики, вот, можно ожидать здесь много чего интересного. Игра обещает быть интересной, безусловно. TD-42 и РККА также являются представителями одного альянса. И вот они воюют на таком соревновании друг против друга. И наверняка обе команды очень сильные. Наверняка их будет очень интересная игра. Давай посмотрим по сетапчикам. Вот. То есть, мы видим команду РККА. Я не вижу последний игрок. У них пока еще не готов. Видимо, в этом вся проблема. Вот он все. Вот он готов. Готов. Это значит, они играют в... А, еще один макарон. У них еще не подошел. Уже видим три тяжа. Четыре тяжа. Забавно. Т-32 американских. Угу. С хорошей башней, с хорошим обзором. Я напомню, кстати, что использование голдовых расходников здесь разрешено. Головые снарядики, там расходные материалы в виде доппайков и все такое. Здесь все это разрешено. Вот. И видим арту такую низкоуровневую. В чем смысл этой артиллерии? Что Гриль, что Бизон. Они очень хорошо бьют на этих уровнях бронебойными патрончиками. На 700 так дамага они могут прислать голдовым патрончикам, конечно, при прямом попадании. И поэтому как бы их берут. Все эволюционирует. Раньше была другая тактика на этих картах у командных. Там брали и Хумили, и Су-8. А вот сейчас видим, что команды решили остановиться на таких сетапах. То есть у ТД-42 мы видим, опять же, три тяжелых танка, СТ-44-очку и два Бизончика. Поэтому... Ну, еще и КВ-1С. Ну, да, и КВ-1С почему-то здесь зачесался так неожиданно совершенно. Видимо, очень такой экспериментальный состав. Мне очень интересно, как он сыграет. Тем более, что СТ-44-очка после патча 7.0 стала очень приятным танком. Видимо, взятая для того, чтобы сразу занять гору, КВ-1С... То есть мы видим, что у ТД-42 нету вообще светляков. Нету. Эту роль у них выполняет КВ-1С. Может быть, сейчас перед самым боем будет танк заменен. Это может быть такой тактический ход специальный. Потому что многие команды перед самым боем вдруг меняют технику. И чтобы... Ну, здесь нету тумана войны, как мы понимаем. И как бы, чтобы соперник тоже не подстроился под... Свою игру, губы говоря. Они вот так вот быстренько меняют танчик перед самым боем. Так. Вот Анатолий решил поменять Т1, видимо, на что-то другое. Вот, я заметил то, что в сетапе РКК есть Т1. Наверняка они его будут использовать как подсвет где-нибудь. Либо на базе, либо на одном из направлений. Вот. Что достаточно интересно. Куда же они его отошлют? И для чего он будет им нужен на рудниках? Так, я сейчас жду-жду. Что здесь происходит? В принципе, уже, по-моему, пора начинать бой. ТД-42 тоже один человек. Вышел. Какие все это оппозиционные битвы тут. Ну, мы, естественно, взяли МС-1, чтобы нас просто можно было легко отличить. В принципе, пока нету мода спектатора или кастера, да? Мы вынуждены кататься на МС-1 в боях, заходить. На нас команды тратят. Голдовые расходнички. Кстати, я вот не понимаю, если РКК не берут сильную артиллерию, зачем он светляк? Просто, что ли, разведывать? Тоже вот интересно, для чего они будут использовать. Но сейчас мы все увидим. В скором времени уже бой должен начаться. Да. Я думаю. При Глайн-то они не более 20 минут должны собираться. И вот забавно вообще, забавно. Тут был и перенос матча, и сейчас что-то опять. Долго никак не могут сортануть. Слово сказать, кое-каких кланов с этим проблем не бывает. Они всегда четко приходят, играют и не заставляют зрителей ждать их. Текст. После патча можно сказать вот еще про Т-32. То, что Т-32 действительно стали такими же, не менее приятными, чем Т-44, например, после патча. И они и были-то достаточно приятные, а стали-то еще куда более. Потому что и броня самого корпуса у них стала значительно пожестче. И что действительно может поспособствовать. Ну да, их перевели в эту, так называемую, как сказать, систему бронирования, да, на 16 этих, как-то там, полигонов, что ли. И они стали еще получше. Но... Ё-моё, ну что же мне тут... Что-то меняются танки? Или не меняется, постоянно выход. Вышел, зашел, вышел, зашел. Так, и мне то, что что-то куча каких-то сообщений возникнет, я сейчас быстренько их посмотрю. Всё ясно у меня тут спамить. Так, ну команды готовы начать. Они написали, что готовы к старту. Что тут происходит? А, еще... С теми какая-то замена. С подменой на подмену. Я напишу. Ну вот, пропал тренировочный чат. Я только вывлечу. Смогу писать. Ну, как бы я вижу, что отлично. Да. Команды все готовились. Сейчас нам главное выехать из круга. Да-да-да. И быстренько... А, я уже далеко нахожусь. И все-таки сетапы, да, остались именно такими странными. ТД-42. Четыре тяжа, КВС и два бизона. Никаких светляков. Это явно удар на сетапчик. А РКК, видимо, сейчас будут играть от Дефа. Потому что у них, прямо скажем, сетап явно, по-моему, уступает в огневой мощи, но все-таки... Но КВС, конечно, его можно использовать как СТ. С большим, причем, голдовыми снарядничками. Он, видимо, будет хорош в этом плане. И не сносит... Палатку никто не сносит. Так, отлично. Со мной разобрались. Меня тоже уничтожили. Ну что ж. Смотрим. Я вот замечаю то, что у них не прогрузился один Т-1. Ну, это светлячок, он вроде бы не такой особо знаковый. Все. Есть засвет. Да, агрессивный засвет идет от РКК. Я вижу все две арты. Ой-ой, как неудачно. СТК заблочили. Просто слился. Ни о чем, как говорится. И весь ударный кулак у ТТ-42 идет под горочку. Под горочку, да. Под горочку, да. Арту они тоже перегоняют ближе к центру карты. Нет, тут разделились. Тут четыре тяжа с КВС. Ой, три Т-32-чет с КВС, Паш, с классиком. Пошли на деревню. И Т-32 контролирует подъем на гору. А РКК где там примостились? Они примостились также под горой. И одну Т-32-чку они отправили на воду. Она у них стоит, мониторит все, что происходит на воде. Если вдруг кто-то захочет подняться на остров, она их всех увидит. И все основные силы сосредоточены именно под горой. Ну, это стандартная. Только такая тактика на такой карте. Они, в принципе, очень неплохо тут дефят. Они ничего не делают, если видят где-то в другой части карты соперников. Они всегда ждут под горой. Ну, как бы я просто наблюдал все это уже раньше. Ага, заметили Т-1. И вот гриль на 200, ну, на 300 дает Т-32, видимо, сплэшем. Т-1 пришлось убивать двумя выстрелами. Первый раз ему сбили всего лишь гусеницу. Вот Т-32 Лерой из Т-42. Ох, ох, ох. Отдается просто артиллерия. Т-32 Лерой из Т-32. Смотришь, у меня такое впечатление, что команда РКК не собирается выигрывать. Ну да, Т-32 уже абсолютное преимущество. Вот. У меня даже такое впечатление странное, что может быть... Ой-ой-ой, какой выстрел. И это пожар, пожар. Еще. Вот они все, они все здесь. И как раз они вышли прямо в тыл. В тыл РКК. И просто сейчас идет избиение. В корму. Никакого фокуса РКК просто по одному. Отдают танки, ничего не делают. Светляк у них просто слился. Ну, изначально, изначально, да. У них как-то светляк не задался бой до светляка. Побежал на захват, что ли, Т-32. Ну, ты знаешь, я много боев видел на ЕСЛ, видел на лигах различных. Это вообще не игра. Да, класс. Они, конечно, зафокусили кое-как. Но ДДС-32, по крайней мере, Т-32, два фульных абсолютно, второй оплавиненный. Я даже не понимаю, что хотели РКК сделать вот на этой карте. Какой у них был план на победу. Потому что они просто все разъехались. И Т-32 как странно куда-то уезжает. Да, ну, на самом деле было очевидно то, что... Ага. То, что они пойдут через деревню, продают. Я не понимаю, почему РКК не заметили это по засвету. Почему их светляк не сказал им об этом. И все просто игнорировали это направление. От начала боя они стояли кормой, повернувшись к деревне. И готовились, видимо, к какому-то прорыву через центральную часть. Хотя, чтобы туда пройти, там ведь нужно еще и подниматься в пору сначала. То есть, ну, я не знаю, как-то не очень удобно. Вот. Теперь я... Ну, по одному они сейчас все отдались. Мне это больше... Мне это все больше напоминает... Рандом. Причем рандом на самых первых уровнях. Такой бой. Ну, что ж, посмотрим смену сторон. Может быть, что-нибудь изменится. Да, может быть, просто, ну... Не повезло. Не вышел план. Может быть, там была какая-то хитроумная задумка, до которой мы просто... Не додумались сами, да. Не додумались сами, да. Может быть, они хотели один танк послать на захват, чтобы он захватывал. Остальные его бы за ним танком не погнались бы. Разбирали бы очень долго. Две тридцать двойки там пятером. Вчетвером... А он бы за это время, за минуту сорок, захватил бы базу. Ну, кто знает. Всякие планы бывают. Ну, да. Ну, и, естественно, надо поменять счет. У нас команда TD42 выходит вперед. Так, что касается сетапов. Класс. Так, вроде вот у РКК... Все остается прежним. Т1. Светляк Т50-2. И четыре тридцать вторых. Что касается... Кстати, вот тоже я даже не понял, в чем была затея с Т1. Что он должен был принести в этом бою какую от него пользу. Тем более, что он побежал под гору, там чего-то встал. Мы должны были РКК. Ну, и в команде TD42 также мы видим, что все те же самые четыре тридцать вторых, квас и два бизончика. То есть сетап как бы не меняется, да? Да, смена сторон не привела к смене сетапов. И я чувствую, что бой начался. Смотрим. Потому что у меня зависло все. Но вроде вот сейчас вот отвисло. Так, ну я сейчас тогда быстренько тоже выйду за кружок. Почему выезжаю за круг? Просто, чтобы за моей тушкой никто не прятался на захвате. Да, тут в чате пишут, что уровень игры явно крайне низкий. Я все-таки ожидал тоже красивый бы увидеть предыдущий. Ну, осуждать уровень игры еще рановато, я думаю. Нужно посмотреть все-таки. Конечно, у меня такое впечатление, что сейчас будет то же самое. Так, я вот... Все, меня прикончили. Я выехал. Ну что ж, что мы видим? Гриль занимает позицию у нас под горочкой, где обычно артиллерия прячется от засвета с горы. Видим, что светляк у них в РКК занял гору. Вот, и все 32-е встали в кустик на квадрате С4. Здесь два танчика тяжа сначала остались на базе, теперь подъезжают все под горочку тоже. Стандартное место, один на воде стоит, и артиллерия спряталась в мертвых зонах. Ну вот они нон-стопом сейчас есть в засвете тот тяж, который стоит на воде. То есть у нас... Я, наконец, понял, для чего был Т1. Вот он стоит сейчас на острове и видит прекрасно этого тяжа. Нон-стопом он его просвечивает, и гриль сейчас будет занимать более выгодную позицию наверняка, чтобы по нему отрабатывать. И его не видит 32-ка. То есть он замаскирован, а всех светит. Да, да, да. И так вот, вот он там стоит и прячется. Ну, как бы на первых минутах слива не произошло, уже это радует. Но все равно светляк пострадал. Пострадал немножко, да? Да, 85 хп у нашего светляка. Вот, у него попали Т32-е. Ну, да. Т52 там странно проскакивал по горе. Он, видимо, пытается прорентгенить сейчас их. Он там ездит и пытается треться об все скалы. Вот, и пытается просветить их расстоянием. Так, вот что точно сейчас задумывает ТД-42. По-моему, они собрались... В общем, не хотят ждать, что-то они тут перестраиваются. Все-таки один тяж на базе так и стоит. Тоже в кустиках замаскированный. Караулит, видимо, выход светляка. Вот сейчас этот Т52 может подсветить. Он, кстати, опять засветился. Он увидел арту. Ну, арта сейчас спрячется. Успеет, интересно, или нет? Смотрим, смотрим. Ага, Криль промахивается. Бизон тоже промахивается. И сейчас они быстренько подъезжают под гору и прячутся. На базе. Тоже уходят в мертвую зону. Еще интересный момент, то что Т-1 перестал просвечивать тяжик перед ним, Т-32 на воде. Вот, видимо, он куда-то отъехал. Потому что из-за света он абсолютно пропал и уже давно-давно не появлялся. Сейчас видим Т-32 на горе. То есть у вас он засветился, да? Да. А, я вижу, по нему отработали, сбили ему гусеницу. Да, то есть особо урона ему не причинили. Ну, у нас два Т-32 туда заскочила. Вот они. Светляк все-таки их наконец провенгенил. Рентгенил. Так, опять артиллерим мажет. Ну, если есть Бизона, будет прямое попадание в Т-50-2, это будет эпическая. Нет, замаскированный Т-32 его поймал. Ну, мы, кстати, вчера наблюдали, как, по-моему, Бизончик и дал, наверное, 700-800 хп, как раз, ну, это было как раз на маяке прямое попадание в Т-32-очку. Это было, конечно, нечто через всю карту. Бывают такие чудеса. Так. Карта стреляет по каким-то местам примерной артиллерии, но все равно не попадает. Ну, видимо, надеюсь, сейчас на сплэш идет смена снарядов, там, голдовый, фугасный, да? А время идет, и я так понимаю, что если что-то и делать, то по тайме, ну, где-то минуточку, так, на три до окончания боя. Я даже увеличу малость к карту. Ну, вдруг там будет что-то поинтереснее видно. Ага. Засветился Т-32, видимо, его просвечивают. Ну, вот это, кстати, регионовское зрение, потому что Т-42 не видит сейчас Т-32. Идет команда на деревню. Видимо, следить или прорываться. Это Т-32, который прошел на остров. Дальний-дальний. А. На Калинии. Вот он засветился. Т-1. Ага. А неодно. Ну, он пропал снова из-за света. Знаешь, он засветился, потому что было движение. Сейчас еще одна Т-32 идет на воду. И Т-32 при поддержке Квасика, КВ-1, КВ-1, Пообираются поближе к подъему на гору. Ну, вот, два Т-32 у нас на горе у РКК, а два Т-32 у них на самом подъеме. Один контролит выход с деревни, другой контролит подъем. Так, вот, сейчас Т-42. Ну, они, в принципе, могут сейчас себе позволить рискнуть. Да. У них преимущество в одно очко. Ну, нет. Нет. Все-таки решили отойти. Уже две Т-32 очки видят. Ну, в принципе, в чем проблема Т-42? Они сейчас знают только расположение двух танков у РКК, которые на горе. И они не могут решиться, что же им делать, где их ждут остальные два танчика. О-о-о-о-о. О чем я говорил. 755. Вот это, вот это попадание. Прямое, бронебойным голдовым. Отлично. Да, вот это было... Причем, смотри, какая дуга высокая, да? Здесь же камушки, вон, какие нехилые. А вот, накидывает еще. Да, низкоуровневая рта, она очень хорошо обгибает препятствия. У них очень высокая дуга. Очень хорошо закидывает. Так, вот еще один Т-32 засветился. Кто-то его, видимо, уже подамажил. Угу. Даже я, кстати, пропустил этот момент. Когда же он получил? У него уже 1230. Ты знаешь, сейчас идет очень интересно. Похоже, Т-42 решили делать клещ. Угу. Четыре танка идут в деревню и один на воду. Сейчас вот Т-32 с горы обстреливает его. Ну, в принципе, сейчас, наверное, Т-42 на бизончиков очень так рассчитывают. О, сколько попаданий-то. Вот, кстати, сейчас ББшка от бизона вошла на 300, почти на 400 урона. Угу. Вот, в 32-го, который стоит на самом, прям вот, спуске с горы. Да. А Т-42 тем временем, когда агрится Т-32 на горечке в РГК прорывают деревню и проходит вообще бескороценно. Ну, да, их там уже просто не ждут и 32-очки две. Ой, как они тут. Угу. неудобно остановились. Да. Две 32-очки, они игнорируют их. Ага, они вот только сейчас их заметили и вот одна отходит, вторая возвращается, третья возвращается. Три танка. Еще вот на 300 попадает в артиллерии, видимо, да? Да-да-да. Сейчас фокусят, но не думаю, что они так легко зафокусят, потому что тут первым-то надо было пускать, конечно, в 100-процентную 32-ку. А у них середине... Там еще неприятный камень такой. А еще бизон, бизон, бизон. Бизон попадает в макарона из РКК заносит 300 урона. Сейчас РКК под артиллерии находится. И... в принципе, бизон наглую просто он их должен расстреливать. Вот и классика вынесли. Да. И ты знаешь, смотри, как РКК-то справляются. А Т1, Т1 пошел без зоны, разобрал. Угу. Сейчас РКК действительно удалось. Они просто всей толпой оказались на горе. И вот это, видимо, не ожидали в ТД-42. Они думали, что хотя бы два танка хотя бы будут на острове? Они с самого начала боя это гору как ключевое ухо и 812 гриль запечатывает в ТД-32. Сразу они с самого начала обозначили гору как ключевую позицию, с которой они уже, от которой они будут работать. И ее очень грамотно законтролили. Видимо, с этого респа у них куда лучше получается. Гриль сейчас не пробил 32-очку, а я даже камеру не мог переключить сейчас. Итак, отлично. Вот это мне уже нравится. Это уже 1-1. Это уже видно, что идет какая-то борьба. Да, хорошая игра. Хорошая игра с обеих команд в этом бою. Мне очень понравилось, как использовали Т1. Т1 прям очень много пользы принес, на мой взгляд, вот в этом бою. Он показывал двух 32-х и одну из них разобрали второй раз уже, уже ближе к развязке. 32-ю разобрали прям вообще благодаря Т1. То есть, отлично. Т1 еще забрал Бизона, вот это тоже было очень необходимо сделать. Вот он доехал, забрал очень классно. Да, то есть, как только пошла команда, что вот они тяжи разгораются, послали вылезать светляка артиллерию. Вроде бы и классика, а сделано вовремя. Так, ну что же. Команды, в принципе, могут и в несколько минут передохнуть, тут как бы никто не возражает. Но посмотрим, что сейчас будут думать. ТД-40. Все-таки ТД-42 они с этого респа, наверное, поторопились, но с рашем со своим. Вот что они, наверное, сейчас думают. Потому что по идее вот эта вот первая база, она, в принципе, только на ДЕФ рассчитана. Ну, как вот показывают те же самые турниры ЕСЛ. Такое редко удается, конечно. Хотя, вот с другой стороны, если бы да кабы да бы, да, не было бы из тех четырех тяжей на горе, а ТД-42, может быть, и вытащили этот бой, потому что получилось как? Одна 32-ка у них уехала на захват, их уже осталось трое, потом разделили, то есть уже, как бы, сами по себе они разделились. И там, значит, с горы спустилась одна 32-ка РКК, вторая, третья, четвертая. Но у РКК был один опасный момент, то есть, вот именно когда тяжики начали проходить по деревне, они почти успели, на самом деле, вот случись это чуть раньше, они бы вышли прямо в корму 2-м 32-м, то есть 2-м 32-м были еще внизу, и контролировали подъем, и только один был развернут лбом, а второй стоял абсолютно кормой, то есть, они могли бы выехать, и РКК было бы достаточно сложно уже что-то здесь сделать, а так РКК просто очень вовремя перегнали своих 32-х за перевал, а потом они увидели то, что засветился противник, развернулись, ну и все, и, соответственно, начался обстрел проходящих танков еще непонятно, почему же ТД-42 не срезали пути, побежали сразу на захват, если они могли вступить в бой, то есть, в такой атак они боками фактически проехали, уже наловили очень много урона, тоже вот интересно, вот, все-таки расчет был, наверное, на захват. О, ТД-42, да? Вот. Знаешь, да, я тоже думаю, вот, не разделись ТД-42 после деревни, а все-таки постарайся они как бы зафокусить, подкрасться, они бы все-таки, наверное, успели хоть один танчик выцелить и разобрать. К тому же тут вот танк, которая, 30-8, которая пошла по воде, ее на дистанцию расстрелили, она засветилась. Вот. Но как бы на то она и игра, что здесь все вот так вот происходит очень быстро. Так, бой. Бой, да. Третий, третий бой. Сейчас, наверное, команда будет играть очень аккуратно, никому не хочется проигрывать. Все-таки всем хочется выйти в финальную стадию турнира, где первое место 2,5 тысячи долларов, второе, полторы и третье тысячи долларов. Это вам уже не 600, как было раньше, а общепризовой фонт турнира 5 тысяч долларов. Пока бой не начался, еще хотелось бы отметить, что игру артиллерии обеих команд, очень грамотно, очень классно, мне понравилось, такие плюхи, прям очень даже добротно. Хорошо накидывали, да. Да, да, да. Конечно, было много и промахов, но дамаг они давали, иначе все было нормально. Так, бой начался, бой начался, изменений в сетапе мы не видим, сетапы абсолютно одинаковые, ну, в смысле, такие же, как и были в предыдущих боях. Что ж мы видим, так, Т1 теперь занимает другую позицию, не так, как было в первом бою. Опять светляк, естественно, забегает на гору, проскакивает. Да, и засветился только один Т32. Вот по нему сейчас промазала артиллерия, и все, в принципе, танчики, все тяжики, они прошли под гору у ТД-42, артиллерия по базе бросалась, идет отстрел по стандартным кустам, видимо, света нету. Вот, ну, и Т2-2 естественно засветилась на горе. Сейчас будет интересно, сейчас будет интересный маневр, а, хотя нет, не сейчас. Вот, но я прям ожидал сейчас другого действия от светляка, но, но, это интрига. То есть, светлячок что там сотворил? Ну, его нет вообще сейчас, там, где думают его найти Т42, ой, ТД-42. Вот, то есть, его сейчас уже вообще на горе нет. Ну, наверное, он сейчас будет подсвечивать деревню, и РКК будут ждать РОША, УША. Вот, Т1 в то время занял H1 квадрат, встал в кустик и просвечивает остров. Ну да, в принципе, им только бы, как говорится, знать, есть ли движение по воде, и этого будет достаточно. Вот, ТД-42, видимо, выжидаю, сейчас будет выжидать тайминг, потому что, вот, если говорить о тайминге, то в предыдущем бою немножко поторопились ТД-42 своим движением они могли еще там попытаться вытянуть, если бы подгадали. Таньк, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. 32 на 730 хп получает от 40-ой там, 41-ой? Ой, от гриль, пожалуйста. От гриль, гриль. Вот, светляк засветил три 32-ых, которые стоят над... Ага, его разбирают просто. Прямые попадания, никаких шансов. Четыре ствола. Да, ну, как бы, он засветил, всё понятно. Ой, там уже горит кто-то. Из наших? Из ТД-42? Из ТД-42. 32-очка просто полностью выгорает. Ага, мы её не видим, мы засветить её вообще не видим. Ну, по ней попали. И она сгорела до 650 соточки. Вот это вот неплохо. Угу. Грилька отрабатывает просто очень даже очень сильно. Игра на очень высоком уровне. И так вот, наши пушат направление, центральное направление 4-5. Вот сейчас по фокусу пытаться забрать Т-32. Ну да, он наполовину уже был грильем покусанный, как бы, шансов-то нету. И ТД-42, кстати, я понимаю, это полностью перестраивается, уходят обратно. Грили, кстати, ой, как бизончики мажут. Ещё одного бизончика тоже засветили, видимо, вынесли. Ну, они одного только засветили, одного и вынесли. Да-да-да. Другой в засвете не было. Т-1, Т-1, внимание, Т-1 проходит. Он уже почти на базе Т-42. Вау. Вот это вот агрессивная, конечно, игра, и Т-42. На Б-2, на Б-2. Вот они видят слегка. Вот кто мог подумать, что Т-1 будет так злодействовать, а, в таком бою. Не только ему пассивно сидеть в кустах светить. Оп. Ну, теперь они знают, я так понимаю, что он засветился, и Т-42 знают, что светляк где-то в районе их базы, но он стоит и просто создаёт эффект присутствия. Ага, бизон его отрабатывает. А он не заметил бизончика-то? Нет, не заметил. Вот, эта дилемма решена, как говорится. Ну, в принципе, сейчас есть РКК с двух сторон, в клещи попытаются взять Т-42, это у них получится. Ну, они занимают гору тем временем, то есть, они оттянули свой танк, который у них стоял в К-4, и занимают гору, уже одна 32-я зашла, вот, вторая заходит сейчас, и два 32-ых стоит, один контролит вот эту 30-е, контролит Элироя из Т-42, вот, другая 32-я под камушком. Так, ну, понятно, то есть, РКК, как бы, рисковать пока не думают. Они перегоняют арту? Ну, в принципе, да, они, вот, вот, они, в принципе, сейчас тяжи выбили, порастягивали, попаниковали, в принципе, один тяж одна 32-очка, у Т-42, но там меньше половины ХП, тоже достоинство артиллерии и пожара, как говорится. Вот, и время есть, и по таймингу, когда, наверное, останется время, чтобы можно было свести, если что, игру на ничью, они могут уже что-нибудь предпринять и кого-то поджать. Они вот понимают, то, что сейчас фактически левая половина карты по, вплоть до четвертую линию, на ней нет противников, и артиллерия очень агрессивно проходит по острову уже, фактически, пока по воде, но ей тут кликают, и я понимаю, то, что скоро она отправится по острову проходить, сейчас, наверное, как будут подсвечивать. Да, смотри, это довольно-таки кромочное решение, как бы танки, РКС, считала все танки у ТД-42. Вот за свет. Да, и они, сейчас будет залп. Конечно же, они понимают, что с острова артиллерию сейчас ТД-42 проконтролировать не смогут, поэтому они их перегнали, сейчас будут расстреливать потихонечку. Залп был, и, видимо, попадание в гусеницу. Скорее всего, нет, он сейчас пришел вообще. Сейчас уже, да, сейчас это был уже второй залп. Ага, первый, видим, даже не прошел. Первый, первый было попадание в гусеницу Т-32. Вот они сейчас будут пытаться еще получить наибольшее преимущество еще отработать с гриля. Ну, ТД-42 понимает, что у них ситуация крайне плохая, они уже не претендуют на какой-то раш. Они растягиваются так вот по горочке подальше мертвой зоны. Тем временем арта продвигается по острову и сейчас будет еще один выстрел. смотрим, достанет ли. В принципе, 32-очка нервничает, она понимает, что ее пасут и сейчас прилетит от артиллерии. Ну, ТД-42 даже нет вариантов никаких, кроме как самим бизоном ее засветить и самим бизоном же ее убить. Да. То есть, потому что танки они перегнать просто туда никаким уже не смогут. Это бесполезно и они будут просто расстреляны. как... Ну вот, ТД-42 селиков решили не брать. Лучше взяли, как говорится, КВ-1С и вот теперь в таком положении остались. Что всю карту они как бы не могут. Так, уже 2.40 уже. Вот, промахивается бизончик. промахивается, в камень. Идет раш. Все, идет раш. Вот, на тайминге 2.30 пошел раш. Пуш. Ой-ой-ой, не пробиваются. КВ-1С сейчас лучше расфокусит. Опять бизончик. Отходит, отходит их 800 хп-шный танк. Вот она карусель, как говорится. Так, почему-то не наблюдается фокус в 600 хп-шного. Так, вот, теперь выходит следующий танк 1226 хп добирает. Да. Идет, идет танковать по полумертвые танки. Отходит назад. Сейчас, ну, все, как говорится, в ТД-42 уже шансов не остается. Только если... Бизон попадает. Бизон попал в 32-го. Ну, да, да, да. Преимущество уже на стороне, подавляющее преимущество на стороне РКК, и, я думаю, это победа. Да, квас не воин. Ему надо было бы убегать уже. Если бы это был француз, он был жил на чужой базе. Еще полторы минуты, да, и квас уже абсолютно не успеет выжить. Все. Все, мы поздравляем команду РКК с победой. Да, присоединяюсь к поздравлениям. РКК, молодцы, арта, просто супер. Благодарим TD42 за красивую игру. Да, также присоединяюсь. И, как говорится, до новых встреч. встреч. Я мог бы стать скорой, но уже трудно. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темной улыбатой. Вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Вечно молодой, вечно пьяный. Вечно молодой. Вечно молодой. Вечно молодой.